На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! 14 наград и 6 олимпийских лицензий. Белорусская сборная в числе лидеров медального зачета чемпионата мира погребли на байдарках и каное, который завершился в Сегете. Как всегда, весомый вклад в копилку национальной команды внесли спортсмены из Гомельской области. Два золота мирового первенства у дуэта байдарочниц Марина Литвинчук, Ольга Худенко. Девушки были быстрее соперниц на дистанциях 200 и 500 метров. Отметились спортсменки и в заездах одиночек. Худенко взяла серебро на 500 метров, к Литвинчук бронзу на 5 километрах. Алена Ноздрева также стала чемпионкой мира. Канаистка выиграла золото на 500 метрах и стала третьей на 200 метровке. Уроженец нашего региона Станислав Дайнека в паре с Дмитрием Натынчиком стал чемпионом мира в состязаниях байдарок-двоек на полукилометровой дистанции. Никита Бориков финишировал вторым в финальном заезде байдарок-одиночек на 500 метровке. Не остался без наград и титулованный квартет байдарочниц в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Надежды Попок и Маргариты Махневой. У девушек серебро на 500 метрах. В медальном зачете белорусы поделили первую строку с командой Германии. Отмечу, что на чемпионате мира в Сегете разыгрывались также и путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Без зачетных баллов завершился 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Гомеле Мозырская Славия проиграли. Зелено-белые в Солигорске были биты местным шахтером 1-3. В составе гостей отличился Квашук. В составе Горняков забивали Ковалев, Баланович и Сачивка. Четыре гола увидели зрители на Борисов арене, где встречались Бате и Мозырская Славия. Правда, забивали только хозяева. Хит-трик Дубайча и гол Волкова принесли победу Бате. В турнирной таблице после 19 туров Славия на 10-м месте, Гомель на 14-м лидирует Брестская Динамо. Женская команда гонбольного клуба Гомель заняла третье место на международном турнире «Звезда Гонбл Кап», который завершился в российском Звенигороде. Соперницами гомельчанок были российские клубы «Звезда», ЦСКА и «Лада», а также финский «Хивк» и сборная Казахстана. Команда Томожа Чаттера потерпела два поражения, одержала три победы и стала обладательницей бронзы. Победила на турнире «Тольятинская лада». В Гомеле прошел второй открытый турнир среди ветеранов и любителей тенниса. Его посвятили 70-летнему юбилею первого председателя Гомельской областной федерации тенниса Сергея Котова. Впервые этот турнир прошел в прошлом году. Его цель не только пропаганда здорового образа жизни, но и развитие массового тенниса. Первый председатель Гомельской областной федерации Сергей Котов сам регулярно занимается этим видом спорта и показывает пример. Является теннис таким видом спорта не молодым, а разновозрастным. Я мне самому 70 лет, я еще играю в теннис и после таких, я вам скажу, турниров не хочется зачехлять ракетку. В ряду долгожителей тенниса нашей области Арсений Баглай. 74-летнему любителю этот вид спорта помогает в жизни. Благодаря ему у спортсмена появились друзья-единомышленники. А для Арсения это секрет здоровья и молодости. Мотивирует прежде всего желание играть в эту игру. Она очень устраивает, потому что не нужен большой коллектив, нужен один партнер, ну или если пару, то три человека. Вот находим и играем и уже на протяжении трудно сказать сколько лет. Мы, может, и не были в большом спорте, но любителями стали. И вот стремимся играть в эту игру, любим ее. В планах организаторов турнира сделать эти соревнования международными. В будущем году в Гомель пригласят представителей из России, Украины и других стран. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.